30 лет для городской автошколы – это внушительная дата. Сегодня такими учреждениями на рынке конкуренции вряд ли кого-то можно удивить. Только в Бресте зарегистрировано 8 автошкол, есть еще несколько за городом. Но в 1989 году, когда свои двери открыл автолюбитель, такого выбора не было. Появление первой частной автошколы стало настоящим событием для горожан, жаждущих обрести заветное право управлять автомобилем. За 30 лет здесь подготовили более 20 тысяч водителей категории «Б». Секрет такого успеха директор Татьяна Годованная видит лишь в одном. Скорее всего, отношения, потому что отношения преподавателей, отношения мастеров производства обучения к управлению – это очень большая роль. И поэтому, так как к учащимся каждый должен быть индивидуальный подход к каждому учащемуся, к каждому учащемуся нужно внимание, потому что у нас учатся люди разной категории, разных возрастов. И поэтому, конечно же, как себя поведут инструкторы, как себя поведут преподаватели, как они расскажут – от этого очень многое зависит. Ну, соответственно, от учеников тоже. Если у них есть желание, то результат, соответственно, тоже будет. Несомненный плюс автолюбителя – удобное территориальное расположение. Офис находится в центре города на улице Куйбышева. Теоретические занятия проходят в здании Брестского железнодорожного колледжа на улице Пушкинской, а собственный автодром – на улице Коммерческой в микрорайоне Задворцы. Будущие автолюбители высоко ценят уровень подготовки и хорошую оснащенность учебных классов. Здесь есть все необходимое – от индивидуального компьютера до наглядного материала. Но самое главное – это любовь преподавателей к своей работе. Инструктор очень хороший, очень все доступно, понимаешь, с первого раза. Я никогда не сидела за рулем автомобиля, но, как инструктор объяснил, все получилось, и вождение получается. Преподаватель хороший, получается сдавать зачеты с первого раза тоже. Надеюсь, и в ГАИ так будет хорошо, получим всей группой стопроцентную сдачу. Эта автошкола была рекомендована как моими родителями, так и многими знакомыми, которые здесь ее оканчивали. Здесь очень хороший персонал, потому что и моя мама рассказывала о классных инструкторах по вождению и лекторах, которые нам преподают эти лекции. И действительно, когда уже подходит учеба к концу, я вижу этот уровень. Коллектив автошколы действительно очень профессиональный, несмотря на свою немногочисленность. Здесь трудятся четыре преподавателя теории, 17 мастеров производственного обучения и управления, а также администрация. Требования к инструктору серьезные, водительский стаж не менее трех лет и свидетельство о повышении квалификации. Плюс терпение, дар объяснять все доступно и понятно для начинающих водителей. Такие критерии дали свои плоды. Подопечные автолюбители регулярно демонстрируют высокие показатели сдачи экзаменов в ГАИ. Конечно, за 30 лет своего существования автошкола достигла многих целей, но планы на будущее должны быть всегда, считает директор Татьяна Годованая. Обновлять самое главное – это автопарк, потому что это очень большую роль играет для наших же учащихся, потому что многие учащиеся хотят ездить на новых, хороших автомобилях. Хотя я хочу сказать, что у нас автомобили самые старые 2014 года, у нас автопарк полностью обновился. У автошколы 17 авто марок Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Golf, Deo Nexi. Как следствие, автодром автолюбителя признан одним из лучших в городе. Если говорить о финансовой составляющей, то обучение здесь стоит 490 рублей плюс плата за топливо. Кстати, средства вносятся не единовременно, а частями. Возможен кредит. Продолжительность обучения – 3,5 месяца. Коллектив автолюбителя обещает – это время станет для вас настоящим увлекательным путешествием в мир профессионального водителя. Хочу поздравить свой коллектив, всех своих работников с наступающим 30-летием нашей автошколы. Пожелать всем самое главное – крепкого здоровья, благополучия, терпения, конечно же. Ну и также всем автомобилистам, тоже с прошедшим праздником автомобилистов, потому что это тоже очень многое значит. Многое зависит от того, как будут они подготовлены, как они себя будут вести на дороге. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.